То есть, поезд неожиданно изменил маршрут. Заходишь в автобус такой... О, да! Такие стены, всякие насекомые, животные. Очень холодно, очень холодно. Это чужой. Всем привет! Привет! А с вами Янки Булочка. И сегодня мы расположились на удобном диванчике, чтобы снять для вас видео, в котором мы сравним Москву и Нью-Йорк. Да, поехали! Сравнивать мы будем по следующим критериям. Огласите весь список, пожалуйста. Итак, общественный транспорт, личный транспорт в городе, стоимость жилья, климат, экология, архитектурная составляющая красоты города, места отдыха, инфраструктура. И в конце видео мы ответим на вопросы, которые вы задавали нам по нашим постам в вкладке сообщества в Ютьюбе, которые, так сказать, не вписываются в общую канву, но мы всё равно постараемся на них ответить. Да. А также подписывайтесь на Инстаграм. Шикарно! Вот... Что? Я пью чаёчек. Это нормально. Специально поставил, чтобы в кадре пить чаёчек. Зачем? Так все блогеры так делают. А что? У нас длинное видео будет. Ты стримишь, что ли? Нет, ну я пью чаёчек. Дай попить чаёчек. Ребята, мы наконец-таки едем на следующей неделе отдыхать, поэтому обязательно подпишитесь на наш Инстаграм. Если хотите видеть в реальном времени, что с нами происходит. Да, мы очень будем много выкладывать в сториз всяких вещей. Там уж частых постов не обещаем, но сториз будут насыщенные. Так что, ребят, не упустите момент, подписывайтесь. Итак, Виталик, общественный транспорт. Поехали, да? Поехали. Что тебе есть сказать по поводу общественного транспорта в Нью-Йорке? Общественный транспорт именно в Нью-Йорке, да? Мы сейчас говорим в Нью-Йорке. Именно в Нью-Йорке. В Нью-Йорке он отвратительный. А именно, например, если взять автобус. Например, возьмём сперва автобус. Автобус сейчас, слава богу, они вроде как наладили, но когда я ездил на автобусе... Ты просто сейчас не ездишь, поэтому тебе кажется, что они наладили. Да, в общем, они не объявляли остановки. То есть, если я бы не пользовался Google картами, то я бы не знал, где мне выходить, на какой остановке. Потому что ни кондуктор, если кондуктора я объявлял, то он... Короче, не поймёшь, что говорить. Сейчас вроде как появились эти электронные надписи, что сейчас остановка такая-то. Вот. Это касательно общественного транспорта в Нью-Йорке. Плюс... Точнее, автобусов. Если касательно метро... Да, ребят, давайте обобщим. Значит, на общественном транспорте в Нью-Йорке ездить можно. Доехать сложно, как бы, до места назначения вовремя. Потому что постоянные опоздания, да? Это касается и автобусов, и метро. Да. А особенно метро, когда... Было время, когда английский у меня был совсем плохой, до той степени, что вообще никакой. Я как раз ездил учиться английскому. И ты едешь, например, часто бывало, уже домой с учёбы, и тебе что-то там, а-ля-ля-ля-ля-ля-ля, что-то сказали. Даже те, кто знают английский, тяжело это понять. И ты такой сидишь в этом вагоне метро, и раз, ну, часть людей вышла. Ну, как обычно. Ну, в этот раз чуть больше вышла. Ты продолжаешь сидеть. И он закрылся и дальше поехал. И спустя некоторое время ты понимаешь, что станции, которые ты проезжаешь, они не твои, которые должны быть по маршруту. Они другие. То есть поезд неожиданно изменил маршрут. Да. Прямо как бы в период, когда ты там сидишь в этом вагоне. Да. Это не значит, что он там поехал на север, на юг. Да, он всё так же как бы движется в твоём направлении. Но проезжают другие станции. Да, по совершенно другой ветке. Если тебе нужно было по приезду, так сказать, на твою конечную станцию, доехать домой, ещё там потребовалось бы полчаса, то теперь потребуется тебе полтора часа, плюс, чтобы добраться до твоей, до дома. Ну, в зависимости, где ты живёшь, конечно. И вот это вот незнание того, что ты, грубо говоря, садишься на одной станции, тебе нужно... Нет вообще никакой определённости. Что они не сообщают, что именно этот поезд остановится там-то, и ты после этого не сможешь дальше продолжить свой путь по обычному маршруту. Я надеюсь, вы прочувствовали всю боль Виталика, потому что он ездил учиться по вечерам, и обычно такая фигня часто случается именно не в часы пик. Да, когда там толпа едет на работу, всё такое, надо вовремя. Да, обычно они вот после девяти вечера, они вот это включают. Плюс после девяти вечера они включают то, что поезда останавливаться, задерживаться. Один раз я вернулся домой после учёбы, то ли в час, то ли в два часа ночи, когда учёба закончилась в 9-15 вечера. Представляете? То есть я сперва на одном по этой станции метро торчал, потом на другой, потом мне нужно было пересаживаться уже в Бруклине на автобус, потому что автобус в метро не шло. Этот автобус тоже шёл до определённого места, и дальше почему-то просто не шёл. Ну, короче, такая фигня была. Да, то есть, ну, она и сейчас остаётся. Да, плюс ещё одно забыл. Ну, касательно метро, автобуса не знаю, но касательно метро, почему-то в субботу и воскресенье часть маршрутов перестают действовать. Да, то есть, например, от нашей станции, чтобы вы понимали, вот Виталик рассказывает сейчас, полтора часа до дома, да, добирался, или больше добирался до дома, чтобы вы понимали, нам на машине до Манхэттена полчаса ехать. То есть, мы недалеко живём. Да, мы живём как бы, ну, в спальном районе Бруклина, но на самом деле, если на машине вот так вот без пробок, то мы за полчаса отезжаем до Манхэтта. Да. То есть, это не огромные расстояния, это не расстояние Москвы абсолютно. Нью-Йорк в два раза меньше, чем Москва, со всеми его районами. Да, так что так. И, то есть, получается, грубо говоря, если вы хотите выходной куда-то там добраться, то вам нужно добираться не по другому маршруту, потому что некоторые... Ну, вот от нашей станции, по нашей вот ветке, где мы живём, да, ездят два... Ездят две линии. Одна экспресс, одна обычный поезд. Так вот, экспресс по выходным не ходят. Да. Плюс ещё по выходным они часто устраивают ремонтные работы, как и после девяти вечера. Да, но из... А правда, какое-то оправдание мы можем такому отвратить? Да, да, оправдание есть одно. Оно ходит круглосуточно. Ну, не просто круглосуточно, да, давайте так. Нью-Йоркское метро самое старое метро в мире, самое большое метро в мире, там часов как-то 400 с чем-то станций, в общем, я размещу где-то здесь информацию, дофига, дофига, и, короче, мне кажется, с того момента, как его построили, его так всё и не смогли отремонтировать. Короче, постоянно то у них стрелки ломаются, то что-то вообще ломается, то... Ну, в общем, ребят, это такая вот канитель, плюс ремонтные работы проводят через профсоюз, а это всегда очень долго и дорого. Да. То есть организации, у которых есть профсоюз. Да, плюс, если сравнивать это с Москвой, где метро в часы пик ходит там каждые две минуты... Каждые две минуты, каждые 50 секунд, не хотелось бы... Каждые две минуты, нет, каждые две минуты... Ребят, в час пик, я не знаю, там, когда там что, Виталик ездил, куда, да? Каждые две... То есть ему же нужно было приехать, остановиться, загрузить две минуты. Да, но табло, когда поезд уезжал, табло показывало 50 секунд. Ну, а загрузиться, а выгрузиться? Ну, подождите, табло московского метро в часы пик показывает разницу между поездами, когда один уже ушел, 50 секунд. Здесь разница между поездами, если вам повезет, если вам повезет, 12-13 минут, то есть почувствуете разницу, да, в ритмах города. То есть в Москве ритм города намного быстрее, и на самом деле иногда до сих пор я не могу привыкнуть к темпам Нью-Йорка. Когда я приехала, я вообще не могла. То есть у меня прямо все кипело. Я такая, бежать, бежать, быстрее, минуты, минуты. Я точно знала, я точно и сейчас чувствую каждую минуту. Я точно знаю, сколько это. Вот. И я вот тоже, когда мы только приехали, я такая, где? Где оно? Где поезд? Где вообще? Когда что? То есть я не могла привыкнуть к этим, к замедленному ритму города. Вот, потому что мы около шести лет прожили в Москве, да? И около шести лет мы сейчас живем в Нью-Йорке. Общественный транспорт в Нью-Йорке это как русская рулетка. То есть вы можете, у вас может все сработать идеально. То есть вы чик-чик-чик все доехали за то время, которое вы рассчитали. А вы можете опоздать на 40 минут. Ну, потому что метро опоздало на 40 минут. Да, потому что оно остановилось где-нибудь на мосту и ждет. Да, в часы пик это происходит реже, надо сказать, да. Автобус может опоздать на 50 минут, вообще в легкую, а потом приедут 4 автобуса и вас заберут. Да, да, вот это тоже. Это легко, возможно. Они почему-то прям друг за другом едут. Да, да, да. А потом, соответственно, на остановках скапливается народ. Остановки автобусные буквально через 300 метров, мне кажется, да, 100 ярков. Некоторые. А сами остановки отвратительные. Они ни от чего не спасают. Ни от ветра, ни от дождя. Там вот такой вот козырек сделанный. Для чего? Для кого? Некоторые остановки это просто столб, короче. Да. Просто столб с направлениями у вас стоит. Вот единственное, что достаточно удобно, вот именно в автобусах, вот эта система SMS, вы посылаете SMS на определенный номер и вам показывают, где сейчас ваш автобус. То есть, сколько минут ему надо, чтобы до вас доехать, до вашей остановки. Да, что касается, например, в летнее время, то в летнее время, что метро, что автобусы, они все охлаждаются. Так охлаждаются, что когда ты садишься туда, тебе становится очень-очень холодно. Да, нет, но я хочу сказать, что вот как раз внутри общественного транспорта, в Нью-Йорке очень комфортная температура. Летом прохладно. Холодно. Зимой тепло, я не знаю. Не, зимой тепло, да. В Москве, когда мы жили, я была мерзлячкой, а в Нью-Йорке, когда мы переехали, Виталик почему-то стал очень мерзлячкой. Нет, утром холодно, в автобус садишься, ты в футболочке, все хорошо, жара, ты садишься в автобус, не знаю, я всегда кайфовала, я когда заходила вот это в автобус, стоишь на остановке, жарко, вообще трепота с тебя сходит, заходишь в автобус, такой, о, да, ну не знаю, мне кажется, мне комфортно. Вот что, в чем не откажешь, да, в Нью-Йоркском, именно внутри метро, то есть очень комфортно по климату, да? Да. На станциях, на старых станциях в Нью-Йорке. Жарко, душно. Жарко, душно, ну это невозможно просто, я не знаю, как сейчас в Москве, но когда мы жили в Москве, пять лет назад, то на станциях было еще терпимо, а в вагонах было очень жарко, даже, зимой даже еще хуже было, потому что зимой ты в верхней одежде едешь, и тебе некуда как бы ее деть, да, ты можешь раздеться, но это очень неудобно. Ну да. И там все, пока ты доедешь, тебя семь потов сойдет. Как бы в Нью-Йорке нет, не так, то есть ты, я не знаю, вот в Москве ты одежду один раз одел, ты второй раз ее не можешь одеть, потому что ты в метро вспотел, тебе ее надо стирать. В Нью-Йорке такого нет. В Москве транспорт быстрый, но менее комфортный, на мой взгляд, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке медленный, вернее, непредсказуемый, но более комфортный. Ну и в Москве еще дискомфорт доставляет то, что в Москве, конечно, больше толп, длиннее часы пик, чем в Нью-Йорке. В Нью-Йорке час пик, он, наверное, с 6 утра до 9 утра, да? Вот, у нас одна из конечных станций, и в 9 часов вы поднимаетесь на перрон, там нет никого. Да, а вот в 7 там достаточно народу. Достаточно народу, но все равно не так, как в Москве. Не так, как в Москве, но если бы здесь метро ходило с такой же частотой, как в Москве, то метро было бы свободно. Да, оно было бы очень пустое. А из-за того, что они ходят утром в часы пик, там, кажется, разница не 11, а 6 или 5 минут. Но все равно, как бы, стоят люди вот так вот. Да, то есть достаточно тесно, но не так, как на... То есть вас не занесут в поезд, не вынесут в поезд. Да, вас не занесут в поезд. Это не такие объемы, как в Москве. А в Москве час пик, он, конечно, вообще длиннющий, мне кажется, я не знаю, с 7 утра и до... Десяти. Одиннадцати, я бы сказала. То есть, ну вот я в 11 ездил на работу в Москве, и, ну, такой толпы, конечно, как утром не было, но все равно людей было много. А вечером час пик, мне кажется, он никогда не заканчивается, только за 5 минут до закрытия метро в Москве. Поэтому, конечно, да, вот в смысле комфорта и то, что вы можете... Ну, чаще всего в Нью-Йоркском метро можно даже присесть, и даже и утром можно сесть. Да, можно и утром, и вечером, и ночью. Ночью можно лечь. Многие так и делают. То есть, по комфорту все-таки выигрывает Нью-Йорк. По скорости и точности выигрывает Москва. Потому что я знаю, что сейчас вроде маршрутки в Москве, вроде как под себя городской транспорт забрал, вот эти маршруты, по которым маршрутки ходили. Но когда мы были, были маршрутки, и это было очень удобно. Я как-то работала... Мы жили в Новогиреево, в Москве, а я работала на Дмитровском шоссе. И мне получалось, что два часа туда, как бы полтора... Ну, у меня получалось полтора туда, часа два обратно. И все равно я могла рассчитать дорогу с точностью до 10 минут. В Нью-Йорке вы не сможете так рассчитать дорогу, даже если вам надо недалеко доехать. Мы живем на Шипсхэтбэй, а мне надо было ехать на Брайтон. Да, это рядом. Это, ну, минут сорок пешком, чтобы вы понимали. Вот. И я думаю, проеду одну остановочку. Поднялась на перрон, а здесь везде открытое метро, кроме центра Бруккельна и Манхэттена. В основном открытое метро, да. Вот стою, жду. И вижу Брайтон. Видно просто вот эти дома высокие, потому что везде малоэтажное строительство. На Брайтоне там высотки стоят. Смотрю, значит, на Брайтон. Жду поезда. Ну, 10 минут жду. 15 минут жду. Думаю, ну, сейчас подойдет. Висят табло, пишут, что, типа... Сейчас будет. Сейчас будет. Думаю, сейчас подойдет. Мне уже звонят, типа, Лена, ты где? Я говорю, сейчас, сейчас, сейчас подъедет поезд, я сейчас приеду. И смотрю, что на Брайтон. Короче говоря, я ждала полчаса. Полчаса. Я за это время уже дошла пешком. Просто мне было жалко 2,5 доллара. Думаю, я же заплатила. Конечно, по-хорошему надо было спустить. Извать такси просто. Думаю, я же заплатила. Я буду... Вот он сейчас, я же уже долго жду. Он сейчас приедет уже. Сейчас будет. И, короче, ребята, вот такие, да, история бывает. А еще бывает такая ситуация. Тоже вот так вот ждешь 10 минут, 15, вот сейчас, и тут он едет. Ты думаешь, ну, наконец-то. И он мимо тебя так... Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. И следующий тоже так же проезжает. Вот, ребят, так что да, по общественному транспорту выигрывает Москва, как бы одерживает тут безоговорочную победу. Мне кажется, Москва может сражаться по скорости и разнообразию общественного транспорта с любой развитой столицей мира. Тут без вариантов, короче. Плюс еще московское метро красивое. Ну, это уже, да, мы обсуждали технологические какие-то вещи, да, ну, то есть функционал. Ну, конечно, московское метро входит в список ценностей чести ЮНЕСКО, да. Оно невероятно красивое. Нью-Йоркское метро, оно вообще некрасивое. Ну, как бы там не на что смотреть, да. Да, есть парочка станций, где там мозаика или там скульптуры, но его нельзя сравнивать с московским по красоте, то есть... Положа руку на сердце, практически ни одно метро в мире, как бы, оно с московским не сравнится. Ну, их строили по разным идеологиям. Нью-Йоркское метро строилось для работяг, чтобы они доехали на работу. Московское метро строилось для великого советского человека, как вот эти вот дворцы, так сказать, храмы. Великий советский человек. Вот. И поэтому... Которому никому никуда нельзя было. Поэтому они такие разные. Вот. Короче говоря, такие вот дела. По первому пункту Москва одержала победу. Есть места такие, ну, и в Нью-Йорке, и вообще в Америке, в которые вы на общественном транспорте не доберетесь. То есть, если вы хотите комфортно, ну, путешествовать, ездить, вам надо смириться с мыслью, что у вас по-любому будет автомобиль. Неважно, это будет ваш автомобиль в собственности, либо вы будете арендовать на те моменты, когда он вам будет нужен. Допустим, вы живете в Манхэттене, да, и, ну, там машину объективно ставить негде. Парковать с парковкой большие проблемы будут у вас. И вы можете пользоваться такси, а когда вам, допустим, надо куда-то за город, то еще вы можете в рент брать машину. Вот многие нью-йоркцы так делают. Поэтому смиритесь с мыслью, что вам придется вводить по-любому. Ребят, так как видео длинное, все тайм-коды я оставлю внизу. Итак, что касается владения личным транспортом в Нью-Йорке. Это волшебно. Ну, у нас, честно сказать, в России не было личного транспорта. Да, это наша первая машина. Да, так что это наша первая машина. Но что касается, как бы, общего впечатления, если бы водить в Москве, то в Москве это пробки, на какой бы, в какой бы части города ты бы не жил, это пробки. Да, и я как-то смотрела Варламова, он, значит, ехал из JFK в Манхэттен, и он рассуждал, что в Нью-Йорке пробки намного больше, чем в Москве. Нет. Мне в этот раз захотелось, знаешь, три ха-ха. Ну, во-первых, понятно, в Орламов в Москве особо машины не пользуются, он живет в центре, где ходит пешком, либо на велосипеде, он же так любит велосипеды. А в Нью-Йорке, соответственно, он бывает как турист и, ну, всего не видит. Мы, так сказать, что в Москве жили возле МКАДа, что здесь мы живем возле кольцевой дороги. Да. Вот, и можем с уверенностью сказать, что таких пробок, как в Москве, стоячих не бывает. Да, бывает в час пик затрудненное движение. Да, бывает. Здесь узкие улочки в Манхэттене и в центре Бруклина. Да, что там говорите, у нас тоже они узкие улочки. Но таких стоячих, непроходимых пробок, как в Москве, здесь просто не бывает. Такие пробки, как вот в Москве, я видела только в Пекине. Вот если сравнивать города, вот Москва похожа на Пекину. И по трафику, и по архитектуре, по всему похожа. Вот. Поэтому, да, мне кажется, в Нью-Йорке иметь машину комфортнее. Но, во-первых, меньше проблем с парковками. Да, меньше проблем. Потому что мы слышим, что в Москве даже в домах, вот в спальных районах, во дворах, вроде как платные парковки, да, вот в этих, ну, рядом с домами. Я слышал, а тут даже какие-то вот старые дома, вот на нашей улице, у них есть своя подземная парковка. Я не знаю, на сколько там машина мест, но она есть. Ну, нет парковки только у домов, которые построены до исторического материализма, как говорится, еще при царе-батюшке, самые старые дома, которые были там построены в 1800 каком-то махровом году, когда машины, в общем-то, не предвиделись еще. Да, 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 и поэтому там, собственно говоря, нет парковки. С паркингом, мы можем сказать, что с паркингом проблем в Нью-Йорке нет, он есть. Ну, в Манхэттене он есть. То есть, в Манхэттене нужно поискать, хорошо, так, поискать. Здесь у нас проблемы с парковкой тоже, вот где мы живем, практически нет. И плюс она бесплатная, то есть мы возле дома можем оставить машину бесплатно. И даже там, где парковка платная, она после 7 вечера бесплатная. То есть вы на ночь... До 7 или до 8 утра? Да, до 7 утра, по-моему. То есть вы на ночь можете оставить даже на оживленной улице машину, да, если вы там работаете, вы можете оставить вас дома и за это не платить. Стоимость парковки разная. У нас в Бруклине час парковки стоит сколько? По-разному. В разных частях Бруклина по-разному стоит. Ну, вот и в нашем районе. Где-то доллар, можно за доллар 50, на Брайтон-Бич там за 2 доллара час стоит. Ну, там это парковка возле пляжа. Да, возле пляжа. Тоже, по-разному стоит. В Манхэттене может до 5 долларов за час доходить парковку. Да, то есть стоимость парковки везде, в каждой части города разная. Но вы можете купить парковку от 15 минут, скажем. Да, то есть я пользуюсь приложением, я через приложение там полчаса стою, поставил на полчаса парковку. Вот, то есть мы считаем, что в Нью-Йорке, даже в таком большом городе, как Нью-Йорк, да, где говорят, что машина не нужна. Не нужна. Иметь машину проще, чем в Москве. В Москве действительно, опять-таки, из-за развитого общественного транспорта, как бы, ну, вот я считала, и мы думали купить машину в Москве, я рассчитывала по Яндекс.Картам, сколько мне будет до работы добираться на метро и на машине. Так вот, на машине получается в два раза дольше. То есть последнее мое место работы, я работала на, офис был на метро Автозаводская, это третье транспортное кольцо, и мне от Новогиреева до Автозаводской, ну, просто от двери до двери было 35 минут ехать. А на машине это у меня был бы час. То есть машину в Москве, ну, во-первых, мне кажется, и незачем иметь, там, если уж так приспичит, можно и на такси поехать. Ну, да. Вот, то есть и парковаться сложно, и вот эти вот пробки все. Мы потом, мы постояли в маршрутках, в пробках, и мы решили снимать квартиру возле метро, потому что вот это вот невозможно. Да, плюс постояли на морозе, когда ждешь маршрутку, когда тебе... Да, или вообще плохую погоду. Да, поэтому потом сняли квартиру рядом с метро. Вот, кстати, я работала в том же бизнес-центре, где находится офис ФБК, ну, где он находился. Позор тебе, это запрещенная организация в Российской Федерации. Я тоже экстремистка. Вот. Плюс еще того, что иметь наличие машины здесь, в связи с тем, что здесь нету грязи, ее не надо каждый день мыть, каждую неделю. Дождик прошел, и она чистая. Вот. Стоимость жилья? Неимоверная. Что мы можем сказать? Нью-Йорк дорогой город. Дорогой. Это правда. И здесь и снимать дорого, и покупать дорого. Но в Нью-Йорке это обусловлено достаточно высокими зарплатами. То есть, пять тысяч долларов, это средняя зарплата в Нью-Йорке, 60 тысяч в год. Ну да. До вычета налога. Ну, допустим, в One Bedroom, то есть, квартира с одной спальней, в Нью-Йорке стоит, там, от района может отличаться, конечно же, и от качества квартиры, ну вот, 1600 снимать, да? Да, можно. В Москве средняя зарплата какая? 60 тысяч рублей, наверное. Или подскажите в комментариях. Да, подскажите в комментариях, ну мы считаем, что средняя в Москве это 60-70 тысяч рублей. Вот. Я, конечно, понимаю, что многие сейчас напишут, а вот вообще люди работают за 30, да, работают, но все-таки, как нам кажется, средняя все-таки от 50 до 70. Вот в этом году. Ну да, что-то в этом районе должна быть. Да была, во всяком случае. Снимать квартиру в Москве стоит однокомнатную, но вы понимаете, что это немного другой формат, чем с одной спальней, потому что, когда вы снимаете с одной спальней, у вас есть еще одна комната, то есть это двухкомнатная квартира. И многие специально делают так, что есть большая, допустим, кухня, туда же впичивают и гостиную, а комнаты так поделены, что это как бы получается изолированные комнаты. Вот. И многие нью-йоркцы снимают вот такую однокомнатную, и вторую комнату как бы свободно сдают еще в аренду. В субаренду. В субаренду. Поэтому это немного разное качество квартир. Ну вот однокомнатная квартира в Москве. Мы снимали за 30 тысяч. И сейчас можно снимать за 30 тысяч. Вот в этом районе, где мы снимали, и сейчас она, в принципе, стоит 30 тысяч, ну 32 тысячи. Думаешь? Короче, мы тут проверили на цене, и да, цены немного выросли на квартиры, но за 30 можно еще найти. Да, там есть предложение. Да. Есть, конечно, и за 40. Но мы, конечно, немного в шоке, потому что, насколько мы знаем, зарплаты не сильно увеличились, а цены прямо на квартиры выросли. Как в Нью-Йорке, так и в Москве работает одна схема, то есть без риэлтора снять сложно квартиру, то есть вы платите риэлтору, конечно, можете договориться не на 100%, а на меньше комиссию. И за один месяц залог, да? Да, депозит. Депозит. Вот, то есть такие же схемы. Рынок, жилья абсолютно безумный, как в Нью-Йорке, так и в Москве. Если вы же хотите снять что-то хорошее по хорошей цене, вам придется побегать. Никто не выигрывает, да, побеждает дружба, и там, и там все плохо, побеждает дружба. Хочется еще сказать, что дата основания Нью-Йорка 1624 год. Так что Нью-Йорк можно сравнивать, ну, не с Москвой в плане новизны, а с Петербургом, потому что Москва-то перестраивалась, там много новых домов. Нью-Йорк, как и Петербург, то есть Нью-Йорк старше Петербурга, кажется, лет на 40. Вот. Здесь очень старое жилье, то есть старый жилой фонд, и, естественно, если вы хотите жить уже в каком-то построенном старом жилье, у вас там будут разные проблемы, типа как тонкие стены, всякие насекомые, животные, соседи. Но это в основном бывает в билдингах. Да. Давайте поговорим о климате. Тут выигрывает Нью-Йорк сразу же. Итак, в Москве солнечных дней 75, в Нью-Йорке солнечных дней 260. Что называется, почувствуйте разницу. Конечно, мы понимаем, что как бы город не виноват, как бы не отвечает за то место, где его построили. Вот. Но, конечно, климат средней полосы, это не для слабонервных. Я также понимаю, что люди, которые там родились и выросли, им чуть полегче, чем те, кто туда приехал. Потому что, ну, жить без солнца, это очень тяжело, очень тяжело. И даже не столько пугает какой-то холод, да, как пугает вот это вот слякоть, постоянное слякоть, непрекращающиеся какие-то дожди. И даже летом. И вообще это никогда не останавливается. И утром в Москве, даже летом, даже там какой-то самый, не знаю, теплый месяц, июль, конец июля, вы утром не можете выйти с коротким рукавом. То есть вам надо, чтобы сверху было что-то накинуто, потому что холодно. Ну, в августе, да, в июле не помню, в августе точно. Но ты не мог с коротким рукавом выйти утром, потому что холодно утром. В Йорке... Солнечно. В Нью-Йорке... В Нью-Йорке солнечно, да. Да, в Нью-Йорке теплая погода. То есть вам в Нью-Йорке практически гарантированно полгода хорошей погоды? Да, то есть здесь есть, конечно, здесь все сезоны. Зима, весна, лето, осень, здесь все сезоны. Ты-то говоришь, как будто в Москве нет сезонов. В Москве такой сезон дождей, да? Да, в Москве, не знаю, в Москве лето сколько? Полтора-два месяца, все. Ну да, получается такой хороший, прям теплый солнечный погода. Да, именно теплое, потому что в августе уже становится холодно. Я помню, я в августе уже одевал такую ветровочку. Я помню, как я в июне входила в пальто в Москве. В июне, не помню. Вот, в общем, как бы по погоде, ну как бы тут преимущество у Нью-Йорка. Потому что плюс у Нью-Йорка здесь пляж под боком. Ну да, опять же то, что, ну как бы у Нью-Йорка нет такой заслуги, что его построили рядом с океаном. Вот, но в Нью-Йорке тоже есть свои недостатки. А именно это ветер. Ребята, берите теплые вещи. Не ориентируйтесь на градусник, что он показывает, что зимой средняя температура плюс 5 градусов. Это вообще не так. Обязательно смотрите, какая температура ощущается в этот день. Потому что при плюс 5 градусов ощущаться может минус 13. И здесь капец, как вот, когда вот этот ветер начинает дуть. Здесь в основном холодная, это вторая половина зимы. Потому что осень здесь практически до, мне кажется, до конца января, до середины января осень, можно сказать. Ну, по-разному. Зимние месяцы, это, короче, январь, февраль, март. Да, весна тоже очень холодная, потому что где-то в феврале месяце начинает дуть этот проклятый пронизывающий ветер. Он пронизывает всю вашу одежду. Вы когда стоите, особенно вот здесь открытые станции метро на улице, да, вы стоите и пробывает просто до костей. Просто и он... Я в Москве так не мерз, как здесь. Да, очень холодно, очень холодно. То есть, как будто стоит глыба льда, огромный какой-то такой ветровик, да, и он прямо дует прямо на тебя вот с этого льда. То есть, ты в воздухе прямо чувствуешь лёд. Здесь люди ещё до пандемии носили маски зимой, то есть, люди ходили в балаклавах. Потому что можно отморозить себе всё лицо. Да, то есть, если, например, в Москве я мог там минус 5, минус 4, 3, 2 с раскрытой курткой ходить, мне было хорошо, мне было комфортно. Здесь нет. Нет, да. Здесь застёгиваюсь тоже, я одеваю балаклаву, потому что холодно, потому что он пронизывает насквозь тебя. И тут мерзляк, не мерзляк. Ну, здесь просто другой холод, ты постепенно к нему адаптируешься, потому что я помню, что когда, ну, я приехала, я мёрзла намного больше, чем вот я мёрзну сейчас. То есть, постепенно адаптируешься к климату, и всё равно он... Нет. Что нет? Не адаптируешься, всё равно холодно. Ну, что ты рассказываешь, ты в машине ездишь, чего тебе холодно? Поэтому у Нью-Йорка тоже есть в этом смысле недостатки, да, и опять же, один из недостатков Нью-Йорка – непредсказуемость погоды. То есть, нью-йоркцы носят с собой и зонтик, и солнечно-защитные очки, потому что, может быть, светить солнце, быть чистое небо, через полчаса всё, небо затянулось, и вообще шандрахнул такой дождь, такой зонтик тебя не спасёт. Вот. Перепады температуры до 10-15 градусов за день, может быть. В течение недели вообще без проблем. Да, то есть, может быть, плюс 30, вот сегодня у нас... Плюс 11. Плюс 11. Плюс 11. А неделю назад было почти 30 градусов жары. Вот. То есть, тоже такие вот перепады непредсказуемость, да, но в смысле, где нам больше нравится климат, нам, конечно, нравится климат Нью-Йорка. Он намного комфортнее, чем климат Москвы. Следующий пункт. Экология. Тут, боюсь, первенство тоже останется за Нью-Йорком, потому что в Нью-Йорке, конечно, это город, понятное дело, что здесь воздух там не такой хороший, как в какой-нибудь деревне, да. Ну, да. Здесь в основном загрязняют машины, то есть каких-то загрязняющих крупных предприятий в черте города Нью-Йорка их, в принципе, нету. В Москве что только не загрязняет, как нам кажется, просто там же вот и в Балашихе, ну, Балашиха это не Москва, да, но все равно оно там на границе с Москвой находится, нефтеперерабатывающий завод, опять же в Капотне. И когда мы вот уже уезжали, в 15-м году были такие случаи, я не знаю, помните вы или нет, когда город накрывало каким-то облаком из смеси каких-то газов, там, сероводорода, непонятно чем. Что-то было, да, я уже забыла. Причем эта фигня пошла с нашей стороны. Вообще, юго-восток Москвы, где мы жили, это считается одним из самых неблагоприятных в смысле экологии районов, несмотря на то, что там огромный лес. Измайловский. Лесопарк, потому что роза ветров в Москве таким образом расположена, что вся гадость, она как раз-таки вот именно в этом секторе Москвы. Я как-то иду с тренировки домой, ну, как бы у нас спортзал просто был рядом с домом. Я иду домой и вижу туман, и я понимаю, что это не естественный туман, то есть он не влажный и воняет жены костью. Я вообще в шоке, потому что я понимаю, что, короче, чем-то город накрыло, я не знаю чем. И самое интересное, что нигде, ни в интернете, ни по новостям ничего не говорили, молчали, как будто этого нет, пока не накрыло Кремль. Когда это облако дошло до Кремля, все стали говорить, что это, ну, скорее всего, это выбросил нефтеперерабатывающий завод в Балашихе, они там по ночам выбрасывали эту гадость. Поэтому, да, в смысле экологии Нью-Йорк, он чище, плюс, ну, тут сразу видно, во-первых, Apple показывает, да, в телефоне, а не только погоду, но и индекс чистоты воздуха, и я каждый день его проверяю. А я нет. И я хочу сказать, ну, я, допустим, утром открываю дверь, чтобы проветрить квартиру. А вечером закрываю. Вот, и я когда, перед тем, как открыть, проверяю индекс чистоты воздуха. Если он больше 50, ну, допустим, окей, больше 70, я, короче, квартиру не проветриваю. Я считаю, что ее проветривать вреднее, чем не проветривать. Обычно показывают плохой индекс воздуха в какие-то праздники, когда все садятся за руль и куда-то едут. Вот День Благодарения, Рождество. День Независимости. День Независимости, да, но прям сразу больше 100 скачет этот индекс, и он пишет, что, типа, неблагоприятный воздух для некоторых, для некоторых категорий граждан. Вот поэтому по экологии первенство уходит в Нью-Йорк. Дальше красота и архитектура. Виталик, вы скажи свое мнение по поводу красоты и архитектуры. Ну, по насчет красоты и архитектуры я отдаю первенство Нью-Йорку. Потому что, если по архитектуре здесь какой-то только архитектуры нет, конечно, московской нет, но здесь... Почему? Вот, пожалуйста, некоторые районы Квинса, Бронкс вообще, как Москва. Здесь многообразие за счет, наверное, того, что здесь иммигранты приехали с разных стран, и каждый из них строил в своем стиле. Ну, во-первых, будем так говорить, Москве досталось, конечно, и от французов, и от Лужкова, и от всех, короче говоря, досталось Москве. Ее много раз перестраивали, абсолютно плевали на какие-то архитектурные шедевры, которые сносились беспощадно и продолжают сноситься. В Москве, к сожалению, очень мало где сохранилась вот эта вот ткань города, да, когда не просто какой-то один красивый дом оставили, да, а вокруг стоят вот эти вот мощные многоэтажки, да. А в Нью-Йорке все-таки сохранили вот эту ткань. Конечно, город тоже изменился, тоже тут, ну, что-то перестраивали. Ну, вот мы подписаны на аккаунт в Инстаграме Retro Нью-Йорк, да, и показывают часто сравнивают две фотографии, да, тогда и сейчас. Там с разницей в 50-60, иногда в 100 лет, и получается вообще некоторые места вообще не изменились. То есть я не могу сказать, что это места с каким-то архитектурным, ну, ну да, там может быть... Шудевры какие-то стоят, да, обычные домики, просто они не изменились. И здесь прямо так чувствуется время, да, то есть город был построен в 1624 году, и вот многие говорят, ой, ну что, Америка, она моложе, чем Большой театр, Ваша Америка. Но на самом деле люди забывают, что до того, как американцы приняли конституцию и как бы объявили независимость от Великобритании, да, тут уже что-то было. То есть тут уже был Нью-Йорк, Новый Орлеан, там, не знаю, Чикаго, какие-то старые города Америки здесь уже были. И мы, когда приехали, мы были поражены, насколько это старый город, да, здесь прямо чувствуется время, то есть такое всё старинное. Старые, да, какие-то старые ставни, я даже видел, вот как раз мы гуляли по Дамино-парку, у нас есть видео об этом, и там была дверь, знаете, как у бабушки, наверное, в Краснодарском крае, такая вот со щеколдой. Я не знаю, сколько ей лет этой двери, но она там стояла, её никто не выкинул, она вот в доме там стояла. Да, то есть Нью-Йоркцы очень, то есть у них на законодательном уровне, во-первых, у них есть архитектурные коды, и если ты в историческом районе открываешь магазин, он должен быть оформлен, соответственно, по этому коду. Ты не можешь туда, типа, построить всё своё, покрасить, как хочешь, нет. И даже если у тебя в собственности жильё в историческом районе, ты не можешь окна поменять без согласования с местной властью, тебе надо всё согласовывать, ты не можешь перестраивать эти дома, как ты хочешь. То есть всё вот так вот, с одной стороны, жёстко, да, но это сохраняет вот эту вот архитектурную особенность города. И сохраняет всю эту красоту. Да, так же, как там, если в Москве высотки, это только Москва-сити. Ну, это имеется в виду небоскрёбы. Да, небоскрёбы, то здесь это... Ну, да, здесь красивый вот этот вот скайлайн, Нью-Йоркцы, небоскрёбы поражают. Да, здесь скайлайн, это со стороны, если там Нью-Джерси или Бруклин-Бридж смотреть, скайлайн красивый, плюс строят тоже небоскрёбы там дальше, уже ближе к центральному парку. Опять же, они не просто так, как строят, да, они согласовывают архитектуру этих небоскрёбов. То есть это не так, что я захотел построить вот такой формы небоскрёбы, построил. Нет, то есть это согласовывается, плюс привлекается общественность к этим делам, да, то есть жители того района, где это будет строиться. Например, в Квинсе Амазон хотел построить большой транспортный хаб, и даже городом были выделены деньги под это, потому что, понятное дело, что это дополнительные рабочие места, всё такое, что это развитие города. Но местные жители сказали, идите нахер, мы тут не хотим, не хотим много машин, больше людей, пробки, пробки грязь, и вообще мы здесь и вот этого не хотим. В общем, Амазон не смог. Амазон не смог, да. Но Амазон против нью-йорксов проиграл. Вот мэр сказал, ну что сказать, ну Нью-Йорк крутой город, типа, если ты хочешь тут что-то делать, ты должен быть крутым. Ну, в Москве тоже есть красивые места, да, это сложно отрицать. Да, то есть, большой театр. Тоже есть и любимые места, в основном это центр города Камергерский переулок, да, там возле станции метро Марксийская, есть вот такие вот, ну, Марксийская, Таганская, есть красивые места, ещё старые Москвы, там вот этот Тихий центр, то есть вот этот Тихий центр московский, да, ну там остались красивые места, и они есть, то есть Москва тоже, конечно же, красивый город. Да, в общем, нету тут победителя ни с одной, ни с другой стороны. Но, блин, Нью-Йорк, конечно, ну слушайте, давайте так, архитектура это вкусовщина, но нам больше нравится Нью-Йорк. Нью-Йорк безумно красивый город, безумно красивый город, вот, очень красивый, очень атмосферный, и за счёт времени даже какие-то чахлые районы, да, какие-то там, где-то вот эти ржавые сваи вот этого метропоезда, метромоста, да, вот эти ржавые сваи, но они смотрятся так, настолько атмосферно, потому что время. К сожалению, Москва не обладает этими достоинствами, но как бы город не виноват, над ним издевались как могли, и мне кажется, после реновации-то вообще ничего не останется от Москвы, они всё прореновируют, и всё. Места отдыха. Нас и под постом спрашивали, да, в Ютьюбе, и вообще мы хотели бы осветить эту тему, именно места отдыха в Нью-Йорке и в Москве. Мы знаем, что когда, с тех пор, как мы уехали, построили... Построили парк Зарядье. Да, построили парк Зарядье, то есть увеличилось количество мест отдыха. Но что можно сказать именно конкретной разницы между Нью-Йорком и Москвой? В Нью-Йорке, Нью-Йорк состоит из пяти районов. Это Бруклин, Бронкс, Манхэттен, Стейтен-Айланд и Квинс. И каждый этот район функционирует как отдельный город. То есть, например, в графе город, в своего почтового адреса мы пишем Бруклин, мы не пишем Нью-Йорк. Также те, которые живут в Квинсе, они пишут Квинс, да? То есть, это функционирует как отдельные города. В каждом таком городе есть свой центр, есть свои парки. Допустим, да, ты не хочешь ездить в центральный парк? Пожалуйста, вот тебе проспект, парк в Бруклине, да. В каждом таком городе, да, районе есть ботанический сад, есть зоопарк. Да, самый большой зоопарк в Бронксе. Ну, зоопарк есть и в Бруклине, и в Манхэттене, и на Стейтен-Айланд. В каждом таком городке есть свой зоопарк. Есть свои музеи, театры, вот, какие-то общественные пространства. Например, у нас вот Бруклин-Бридж-парк, да? Да. Там очень красиво, а могут сделать ещё красивее. Да. В Бронксе там свой парк. Да, там свой парк. Свой парк. Какие-то исторические достопримечательности, места отдыха жителей. То есть нет такого стремления к центру. То есть, чтобы отдохнуть, тебе не обязательно переться в центр. Ты, по сути, вот даже, мы можем в черте нашего района, да? У нас здесь есть парк, пляж, кафе, рестораны, даже театр на Брайтоне, пожалуйста, для любителей культуры. То есть у нас вот в нашем районе абсолютно есть всё для отдыха, на любой вкус. Да, даже есть тоже парк, в котором там играют бейсбол. Да, он не такой, конечно, будет шикарный, так как Проспект-парк. Он маленький парк, но там ещё необходимо. Опять же, напротив этого маленького парка, это мы сейчас говорим о Марин-парке, местные наверняка знают. Вот, есть такая более природная, природный такой парк, да, нетронутый. То есть там какие-то дорожки проложены, там что-то камыши, птицы. Там орнитологи следят за птичками. Да, на лодочке покататься. То есть, и вот так вот в каждом вот этом маленьком райончике всё обустроено, в принципе. То есть нету вот этой вот концепции стремления к центру и маленьких спальных районах, которых нифига делать. Ну да. Это ещё повезло, если ты там в спальном районе, где-то возле метро, что-то сосредоточи о каких-то кафе. Это в лучшем случае, да. А так, ну, куда могут пойти отдохнуть, скажем, жители Новогерева? Ну, летом, окей, ты можешь сходить в лес. Ну, они могут в Измаиловский парк пойти. И на озеро. Вот. А если ты хочешь там культурно как-то отдохнуть более разнообразно, тебе надо садиться в метро и ехать в центр. И от того, что в Москве все едут в центр, а город, в принципе, перенаселён, то создаются везде толпы. То есть в Нью-Йорке такого даже с туристами не бывает, что вот прям какие-то безумные толпы, да, что там можно пройти. Не толпы только в Манхэттене бывают, потому что все там идут на Таймс-сквер. Ну, единственное место, где вот так вот толпа в Манхэттене, это до пандемии, понятное дело, да, это Таймс-сквер. Да, и всё. Это единственное место, где вот такая вот толпа. То есть нет толчи, всегда есть место, где посидеть, нет безумных очередей, там туалеты, аттракционы, там, не знаю, вот везде-везде. Опять же, у нас есть, допустим, ну, парки аттракционов не особо популярны, на самом деле, в Нью-Йорке. Ну, самый популярный это на Кони-Арленд. Да, вот Луна-Парк. Если кто-то хочет, то есть он существует ещё... Это самый первый Луна-Парк. И в честь него называют все остальные Луна-Парк. Да, то есть если кто-то хочет Луна-Парк, именно в черте, так сказать, Нью-Йорка, он едет на Кони-Арленд. Если он хочет больше, тут есть больше Six Flags, называется, там ещё круче горки, там всё вообще круче. Но именно если он хочет в Нью-Йорке, то добро пожаловать. Да, то есть на наш взгляд мест в Нью-Йорке для отдыха больше, они очень удобно расположены, то есть нет вот этого создания толпы, вот это вот как... А наш любимый парк был Царицыно в Москве. Да. Ну, окей, мой любимый парк в Москве был Царицыно. То есть мне очень нравился там ландшафт, вот эти вот красивые дворцы. Ну, мне нравится Царицыно. Единственный его недостаток, это то, что он был на другом конце Москвы, от нас туда ехать надо было хрен знает сколько. Твой любимый парк в Москве такой был? Мой любимый парк, ну, наверное, два. ВДНХ и Сокольники. Ну, не знаю, а что там делать, там не особо... Просто обратите, в ВДНХ мне нравится для меня там самый... Ну, он монументальный. ...самый лучший этот фонтан Дружбы народа. Да, красивый фонтан. Для меня это самый лучший фонтан, самый красивый фонтан. В Сокольниках, ну, просто там такая большая территория, походить, погулять. Вот, но мой самый нелюбимый парк, это парк Горького. Я думаю, многие Москвичи с нами не согласятся. Да, парк Горького мне тоже не понравился. Парк Горького. Его вроде облагородили, но, блин, там везде очереди. Хочешь купить, поесть какая-то длинная очередь? А, да, хочешь покататься в туалет очередь? Хочешь покататься на лодочках очередь? Пока во всех очередях отстоишь, уже ничего не хочется, надо домой идти. Хотя странно, как бы здесь люди любят очередь. Хочешь в кафе очередь, хочешь еще куда-то очередь. Ну, вот покататься на лодочках мы здесь не стояли. Да, мы в Манхэттене выходной день, без проблем можно... взять в аренду лодочку в центральном парке на озере и покататься не может и там мы стояли ну по стране пару минут ждали когда эту лодку нам достану вот так что на мой взгляд все-таки нью-йорк здесь выигрывала именно конечно мы согласны что скорее всего в москве открыть какие-то общественные пространства пока нас пока не было но в москве вся проблема что что эти общественные пространства не открываются в спальных районах что спальные районы обделены какими-то развлечениями то есть здесь действительно тебе никуда ехать не надо ты можешь отдохнуть из том районе в котором ты живешь или где-то недалеко вот и это конечно все вот это вот стремление все к центру это конечно сильно влияет на город влияет на город дайс на его развитие толпы там где они не нужны а люди которые живут спальных районов тем более сейчас же москва на выросла да там новая москва где-то далеко им вот это вот переться в центр каждый раз когда они хотят отдохнуть пока мы снимали мы решили добавить пункт о чистоте города потому что наверняка будут спрашивать потому что о нью-йорке ходят легенды а его загрязненности какой он грязный что здесь полно мусора ребят на самом деле такое только в некоторых местах и как там нам пишут что в иммигрантских районах нет нет 34 стрит да да самый центр нью-йорка да где живут где не живут иммигранты там живут американцы но это самая засорная улица и почему мы не знаю почему так сложили когда шел там туда в школу там на 34 было было школа там сбоку спали бомжи своих этих коробках специальных им там было классно их кормили но они также и воняли плюс там какие-то коробки валялись не знаю короче моя самая нелюбимая улица в манхэттене это тридцать четвертая стрит самая нелюбимая потому что наверное она там самая грязная для меня или я потому что все время там ходил все время это видео но очень много претензий по поводу того что лежит мусор с мешками но ребят здесь такая система уборки уборки вы с этим ничего не поделайте потому что ну а куда его девать его вы столько выставлять перед домом да если ты их не выставил ты заслался у себя внутрь да то есть и мы же не можем откуда-то там задних дворов у нас и бакьярд изолированы да мы не можем заднего двора куда-то мусор подавать это вот мусорную машину вот и все выставляют свои пакеты свои баки с мусором да конечно много мешков мусора рядом с ресторанами рядом со всякими до как магазинами коробки картонные да конечно в день обычно на завечь вечером выставляют мусор чтобы с утра его забрали поэтому он лежит там в лучшем случае полдня в этом проблемы никакой не видим до мусор из ресторанов он жиру воняет 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 это правда он воняет но положа рукой на сердце в москве вот эти вот мусорные баки которые стоят когда мимо них про хочет они тоже воняет только они там постоянно воняют да тут убрали и как бы все плюс еще у москвы есть плюс то что у них есть дворники до в в манхэттене дворники тоже вроде как есть в бруклине их нету чтобы вы понимали да и каждый убирает кусочек асфальта возле своего дома или магазин до или возле своего билдинга то есть тоже там свои есть работяги но обычно супервайзер который живет в доме до который следит за домом он убирает или нанимает человека который убирает улицу рядом с домом поэтому если считать что вруклине дворников то мне кажется еще очень даже чисто да когда начался кризис в четырнадцатом году и не уезжали уезжали все таджики с узбеками из москвы в москве изменить начался такой срать просто я шла к метро я видела как люди выходили из домов и сами уже собирали эти бумажки то что засрано было все возле метро новогиреева в пятнадцатом году так что мне кажется как москву чистят дата еще она и что хорошо выглядит хорошо да то есть за счет того что есть дворник за счет того что есть дворники что касается ливневок у меня не знаю напишите как сейчас москве ливневок не было когда мы уезжали то есть постоянная грязь постоянные лужи в нью-йорке такого нету как мы уже рассказывали вот в этом видео грязной обуви до в нью-йорке когда проходит дождь нью-йорке только чище становится после этого слова от голубиное говно грязь и становится вообще зашибись чище вот поэтому мы не можем сказать что москва намного чище нью-йорк но написано инфраструктура на виталий хотел отдельно высказаться по интернету интернет в москве победил здесь его просто нет не он здесь есть но по сравнению с московским интернетом нью-йоркский интернет это полная херня чтобы вы понимали здесь только сейчас начали протягивать оптоволокно только сейчас вот как-то массово и так это бы самый большой город америки понимаете где-нибудь там в оклахоме вообще полная задница с интернетом да так что касательно интернета я скучаю по московскому интернету где все летало все например там youtube смотреть я никогда не задумывался в каком качестве я смотрел youtube он у меня всегда показывал на максимум здесь здесь у меня качество прыгала от там 360 хотя вроде скорость у нас хорошая подключена только 300 мегабайт до плюс например в московском метро есть вай фай но во всяком случае когда мы про метро мы не сказали про вай фай во всяком случае когда мы уезжали там интернет ловил сейчас я не знаю здесь вай фай только на станциях это очень это супер не только на станциях внутри нет пока ты под землей ты не ловишь на земле да ты ловишь отдельно хотелось бы поговорить про связь метро мобильную и вай фай виталик вещай ее нету то есть как бы по телефону ты в метро не поговоришь если только не выйдешь наверх то есть почему-то нет ретрансляторов почему-то местные провайдеры не считают нужным ставить ретрансляторы в метро это вообще непонятно вот не вай фай только на станциях вай фай вагонах и это мне кажется вообще такая древность там бразилии говорят в вагонах метро есть вай фай а вот а в нью-йорке нету ну как бы это такое тоже но единство в автобусах в автобусах есть вай фай не пользовался но на некоторых есть ну куча скупили новое они вложили очень много денег в общественный транспорт тоже года четыре назад около 300 миллионов долларов вот и закупили новые автобусы там красивенькие такие синенькие с вай фаем короче совсем фаршем даже по мотору розетки да там розетки есть чтобы заряжаться да там табло есть который говорит где тебе входить выходить что там еще есть эти бесконтактные оплач об как их назвать оплата принимальщики от мы обязательно снимем отдельное видео про общественный транспорт потому что сейчас у нас до вакцинируется город подождите и общественном транспорте станет безопасно ездить мы поездим и вам поснимаем вот так что по связи тоже выигрывает москва в метро по связи выигрывает москва да однозначно вот что еще в интернет дорогой по сравнению с дорогой если дороже в москве мы платили что-то то ли 400 рублей то ли что-то кажется 400 рублей здесь мы платим 64 доллара в месяц и я же беру если он если он хотя бы нормальный был а то он тоже то единственное что мы делим у нас три квартиры в доме и мы этот интернет на всех делим то есть мы не одним платим за ну все равно даже когда мы не делим когда мы знаем что там одни уехали другие уехали он он хреновый он просто хреновый телефонная связь тоже например в некоторых местах города но это именно телефонная связь которой мы пользуемся именно тимобайл тимобайл да если есть еще в райзен вроде как в райзен лучше берет но этот тимобайл он там едешь к пляжу там на роковые и он уже там одна две палочки еле-еле одна в горах вот мы ездили в анионту тоже он что-то там периодически пропадал куда он пропадал неизвестно чего из из америки что ли выехали зато здесь нету роуминга неважно куда ты летишь куда ты плывешь куда в россии вроде тоже отменили мне кажется хер там а ну-ка прокомментируйте я я как вспомню когда ты своей стране едешь другого все и о здравствуйте вы находитесь там-то там-то или когда рядом с украины проезжаешь на поезде тоже а вы находитесь в украине киев старш добро пожаловать ну блин что это тут в любом место америки ты едешь ты и разговариваешь по той же связи что и было не надо тебе на какой-то другой она говорит ланд еще и в мексике в канаде то есть на 3 струче не надо тебе как на как другой план переходить какой-то это единственный плюс вопросы зрительного зала от зрительного зала до вопрос поступает от влада новицкого очень хочется увидеть сравнение нью-йоркской плитки против собянин sky вот так скажем плитки в нью-йорке нет она когда-то была сейчас она осталась только возле центрального парка она кривая до невозможно да вот такая вот все ну я так понимаю что они просто плюнули сказали ну пусть она так полежит а потом когда-нибудь потом мы ее переделаем а сейчас во всем городе просто тупо делят на ровные квадратики заливают их бетоном да а именно мне кажется это очень надежно пользователь tp пишет а tr но это же английский но может быть или tr или tp мы точно не уверены расизм отношение к лгбт отношения к женщинам отношения зарплат и цен на жилье и продукты но соотношение цены на жилье и продукты мы общем то ответили до про продукты у нас очень много видео там будут спрашивать еще про продуктовую корзину ребят здесь оставим подсказочки очень и очень много у нас видео где мы прямо закупаешься на неделю и говорим что почему мы купили плюс на следующей неделе у нас видит да будет интересно видео битва супермаркетов так что жмите на колокольчик чтобы не пропустить и там тоже будут и цены и продукты и в общем то то что мы покупаем на неделю отношения отношения до что тут хорошего сказать очень много я слышу часто блогеров русскоязычных что даже в самых толерантных сторонах и даже в сша они обычно говорят это когда ладно и даже в сша вот такое бывает ребят сша как бы это странно не звучало супер консервативная страна супер консервативная я не знаю откуда это берется мы были просто в шоке когда мы приехали потому что мы думали в это же новый свет правильно и все новое люди должны прямо стремиться там к новому прогрессу нифига подобного конечно есть островки толерантности это обычно большие города такие как нью-йорк чикаго до лос-анджелес сан-франциско то есть это крупные города с большим населением в америке вот такие островки толерантности где нормально относятся в принципе опять таки не все дайте мне все удовлетворение и к лгбт и к женщинам и к людям другой расы а в маленьких американских городках да как по-прежнему вам но в лицо это говорить не буду туда но может кто-то и будет но то что там люди подвергаются дискриминации мы даже не сомневаемся и все и лгбт и женщины и люди другой расы то есть да с этим все не очень хорошо ну конечно эта тема для отдельного видео мы так не сможем широко и да ну да пользователь наташа грецюк пишет расскажите о магазинах одежды и как отличаются цены на одни и те же бренды и качество если возможно бывшая коллега живет в штатах заходили с ней в h&m говорит качество вещей разное в россии и в сша я бы хотела развить этот миф что может быть разное так это ассортимент то что естественно и в россии сша разная мода в россии в европе будем так говорить да и люди хотят покупать разные вещи поэтому ассортимент может отличаться и из-за этого может казаться что качество другое вот качество на самом деле одинаково плохое но особенно в h&m пару лет назад вообще какие-то тряпки вот у нас висели но это просто вещами нельзя было назвать это просто ну ну половые тряпки сразу берешь его так на швабру мыть пол очень удобно америка можно сказать это вообще страна от для шапоголика тоже здесь постоянные скидки куча аутлетов и те хочет только покупать 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 короче без остановки пока просто шкаф не будет вот так вот закрываться да и ладно шкаф вот у нас целая комната под гардеробную и туда все это вешать тем более что доступные магазины любые интернет-магазины доставляют и тот же эйс из доставляет европейские магазины доставляют там нет апорте аут нет да если говорить о более дорогих брендах а вот и там тоже тот же farfetch и my teresa куча этих магазинов всяких вот этот же алиэкспресс тоже без проблем приходит так что ребята со шмотками и ценами нету проблем единственное что американская мода немного нафталиновая да если вы хотите если вы хотите не только как в качественной одежде ходить но и в модный вам конечно придется обращаться к европейским брендам а сейчас наглядное пособие о качестве о качестве брендов в сша вот жилеточка обратите внимание я ее купила в заре за 30 долларов на распродаже а так она стоила 80 вот мало того что из нее сыпались все нитки она еще и вот это чужой вот друзья отдела я ее два раза вот она просто на спине вот тут вот разошлась то есть до качество плохое как в россии так и в сша вот в этих вот масс-маркет брендах добывают какие-то отдельные вещи хорошего качества но в общем и целом там надо искать чтобы хорош что-то хорошее купить пользователь к на куга пишет настолько же там граждане прохожие равнодушных друг другу как это обычно в россии больших городах нет не настолько равнодушные мы несколько раз были сильной один раз была только я свидетелем вот несчастного случая один раз мы вдвоем с виталиком были свидетелям там того что женщине стало плохо и конечно люди здесь более отзывчивые чем в россии не только в россии в больших городах да и в маленьких не особо отзывчивые люди есть так положить руку на сердце один раз я была свидетелем как сбили человека напишем на пешеходном переходе да ну пожилой человек бежал перебегал дорогу не на свой цвет светофора пожилая женщина вела машину и она ехала свой цвет светофора она медленно ехала видимо она увидела этого пожилого мужчину в последний момент и она не то чтобы его сбила на его толкнула машиной он упал и на самом деле это был такой пустынный перекресток это на милбейсе не было вот и тут же я увидела как женщина стояла на автобусной остановке начала вызывать 91 как откуда-то не возьмись подбежали какие-то мужчины стали поднимать его обворовывать то есть да и один раз мы видели как женщина вышла из церкви до вышла из церкви и стало плохо тут же также прохожие подошли ну подошли мы да ты ее попытался поднять да и и попытался поднять но не получилось она прям вообще не стояла на ногах и буквально прошло пару минут подошла еще девочка да и женщина женщина вызвала 911 да и прошло пару минут и подъехала скоро и забрала ее да то есть здесь люди конечно более отзывчивые в россии люди совсем равнодушны и не только в больших городах но и в маленьких моя мама когда например сломала ногу прямо вот за своего дома когда гуляла с собакой то к ней минут 15 вообще никто не подходил она забыла мобильный телефон и не могла позвонить папе чтобы он ей помог да и просто какая-то женщина мимо проходила это уже было то есть люди ходили постоянно мимо видит что женщина как бы сидит на земле и с собакой да и понятное дело что они милостыню просит вот и никто не подошел не спросила что случилось вот только одна женщина говорит вот смотрю вроде вы прилично одеты и собачка у вас приличная и она дала телефон маме позвонить папе так что да вот такой вот такая разница да василиса премудрая спишет экзамен на права в америке ребят напишите надо ли вам снять видео по этому поводу да нам не что сказать да нам есть что сказать и дать какие-то советы да потому что это как отдельное видео должно быть да так ну в ютюбе все да тут еще в инстаграме нас спрашивали можно ли недорого перекусить можно на у нас недорого да можно недорого перекусить и наезд да потому что порции американские небольшие да ну даже не то что там американский можно какой-нибудь чайник зайти не имею ввиду кафеша ты же понимаешь не конкурируют друг другом и только можно но в каком-то ресторане высокой кухни вам конечно там накапывают дефлюпе конце видео мы хотим выделить по одному недостатку на наш для самому главного москве и в нью-йорке как бы и в общем то ну и подытожить подытожить да все все что мы сказали выше так самый главный недостаток города нью-йорка общественный транспорт за гости на 100 до если общественный транспорт будет ходить лучше город станет лучше до самый главный недостаток москвы перенаселенность как только экономической ситуации в россии станет нормальной и люди смогут зарабатывать там где они живут они ехать в москву москва сразу станет комфортным городом потому что я уверена многие уедут из москвы потому что не всем нравится москва особенно там резкая смена климата как у нас произошло вот и соответственно мы бы если бы мы зарабатывали всем городе мы бы никогда в жизни не поехали в москву я точно ну и какой город нам больше нравится ну нам нравится нью-йорк да к сожалению в москве мы так и не смогли стать своими да так ну почувствовать город город не стал нам каким-то родным да то есть там есть какие-нибудь какие-то памятные места куда мы с удовольствием еще раз вернемся но он не стал таким любимым как стал нью-йорк да ну и жизнь нью-йорке для нас более в общем да комфортнее намного чем в москве пишите какой город вам нравится больше если вы посещали этот этот город а если нет то какой бы город вы посетили бы в первую очередь да а так спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки подписывайтесь на инстаграм и будьте с нами друзья до новых встреч всем пока